Самара Один из крупнейших промышленных центров страны Космическая столица России Город со славным героическим прошлым Город трудовой доблести Это заслуга наших земляков Жителей Толового Куйбышева Которые выполнили особую миссию во время Великой Отечественной войны В 1941 году город стал запасной столицей СССР Тогда на берега Волги из Москвы Эвакуировали посольства и миссии зарубежных стран Крупнейшие предприятия военно-оборонного комплекса В Куйбышеве начали принимать важные политические и экономические решения Несмотря на тяжелейшие условия, в городе удалось Организовать бесперебойную работу производств Обеспечивая фронт всем необходимым В промышленных цехах изготавливали легендарные самолеты-штурмовики Ил-2 Каждую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд Выпускал тыловой Куйбышев Важнейшую внешнеполитическую роль в истории войны сыграл легендарный парад 7 ноября 1941 года Куйбышев показал всему миру мощь Красной Армии и мужество нашего народа В пасмурное и морозное утро над запасной столицей пролетели боевые самолеты На площадь вышли более 25 тысяч бойцов Командовал военным парадом маршал Советского Союза Климент Ворошилов В 1942 году в Куйбышеве Дмитрий Шостакович поставил точку в работе над Ленинградской симфонией Которую в народе окрестили «Музыкой неизбежной победы» Ее премьера состоялась в здании Театра оперы и балета Произведение имело оглушительный успех и стало одним из главных лейтмотивов победы над врагом В год празднования 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении Самаре почетного звания «Город трудовой доблести» Чтобы подтвердить право города носить столь высокий статус, губернатор Дмитрий Азаров поручил организовать сбор подписей Более 714 тысяч жителей Самарской области поддержали президента страны и главу региона Весной 2021 года в Самаре начали подготовку к установке стеллы «Город трудовой доблести» В региональном отделении партии «Единая Россия» и администрации города прошли заседания рабочих групп В которых приняли участие ведущие историки, краеведы, представители власти и московские делегаты Авторы проекта — скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский По задумке мастеров общая идея должна была объединить стеллы в разных городах Но высота, внешний облик и материалы, из которых выполнены монументы, индивидуальны И должны быть представлены в зависимости от истории и места расположения мемориалов О промышленной, культурной, оборонной и дипломатической столице собрали огромное количество сведений Которые нашли отражение в памятных фотографиях прошлых лет Наполнить информационные пилоны решили особыми смыслами Из всех городов, пока, в которых мы создали, это стало самое информативное вне конференции Здесь очень много материала, и это, мне кажется, здорово Важно, чтобы и озеленение, и мощение, и освещение этого памятника Ну и все там лавочки, инфраструктура, все это решалось в комплексе Только в этом случае это не станет очередным формальным местом А станет место, куда с удовольствием будут приходить горожане И смотря на изображения на этих пилонах, читая, больше узнавать историю своего славного города и своих предприятий Идею по установке Стеллы поддержали трудовые коллективы промышленных предприятий Самары Открытие Стеллы «Город трудовой доблести» является знаковым событием для Самары В 1941 году ключевые предприятия оборонной промышленности Советского Союза были эвакуированы в Пыгуши В ОДК Кузнецов внесло свой значимый вклад в разгром фашистских Германий За два месяца 1941 года предприятие было эвакуировано из Москвы в Самару И уже через два месяца мы стали выпускать первые двигатели Доведя объем производства за короткий промежуток времени до 40 двигателей в день Сегодня предприятие активно развивается Строится и реконструируется производственное подразделение Вводятся в эксплуатацию новые здания Финансируются новые научно-технические разработки Предприятие растет и развивается А это значит, что мы с гордостью подтверждаем свой статус «Город трудовой доблести» Я очень надеюсь, что эта Стелла, как и вечный огонь на 9 мая Будет притягивать людей Которые будут отдавать, нынешние поколения будут отдавать дань уважения К труду, тяжелому героическому труду многих наших поколений прошлых Город, он действительно это заслужил Потому что основное ВПК, это не только самолеты Это еще заводы комплектующие Здесь очень много Сейчас уже рассекретили, что мы делали Конечно, без стружеников тыла не было бы той победы Ракетно-космический центр «Прогресс» поддержал создание памятного знака Посвященного подвигу авиастроителей в годы Великой Отечественной войны 80 лет назад в город Куйбышев были эвакуированы многие предприятия Обеспечивающие выпуск оборонной продукции В том числе, первый авиационный завод Известный сегодня как ракетно-космический центр «Прогресс» Осуществляющий запуск и ракет-носители «Союз» с четырех космодромов А 80 лет назад, 31 декабря 1941 года Из цехов предприятия на летном поле выключен первый штурмовик Ил-2 Поэтому создание памятного знака было безоговорочно поддержано Как администрацией, так и коллективом предприятия И должно напомнить заводчанам и жителям города Самары о нашем славном прошлом В начале мая в Самаре заложили первый камень в основании стелы «Город трудовой доблести» Наши земляки выбрали место для установки монумента «Аллею трудовой славы» на проспекте юных пионеров в Кировском районе 26-метровую стеллу из стекла и металла в Самаре открыли 10 декабря Именно в этот день, ровно 80 лет назад, штурмовик Ил-2, собранный в запасной столице Совершил свой первый полет Патриотический проект, который нашел отклик в сердцах горожан Реализовало Российское военно-историческое общество При поддержке правительства Самарской области и администрации Самары На торжественной церемонии к собравшимся с экранов Обратились почетные граждане Самары Ветераны Великой Отечественной войны И директора заводов, которые внесли значительный вклад в создание стеллы За годы войны и послевоенные годы в Самаре появилось громадное количество заводов На базе которых создавались и самолеты, и ракеты Когда вышел уже указ президента и в числе 20 городов России вошла первая наша Самара Это, конечно, я испытала очень большую радость Какое-то удовлетворение за то, что все, что сделано было в годы Великой Отечественной войны Это все было как бы не забыто, и это было уже озвучено указом президента Это действительно символ доблести сотен тысяч людей Я говорю это без преувеличения И, конечно, то, что оно у нас появилось в Самаре Это не случайно, потому что те люди, которых уже многих нет Они заработали это своим непосредственным трудом Своими мыслями, своим профессионализмом Ну и своими жизнями, можно прямо смело сказать Потому что ведь многие погибали и от несчастных случаев И от голодов, первые годы особенно войны Поэтому это, ну, трудно переоценить это Я считаю, что Самара сделала на 100% Ведь самолеты выпускала Самара Боеприпасы выпускала Самара Снабжая фронт всем необходимым Выбранное место на Аллее Героев Аллея, связанная с подвигами Оно, естественно, завершается вот этим памятником На торжественную церемонию пригласили почетных гостей Которые поздравили жителей города с открытием стеллы трудовой доблести Мы помним о каждом, кто работал в тылу Чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня Убежден, что и боевой, и трудовой подвиг наших ветеранов Это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов своей страны У меня сегодня очень почетное и ответственное поручение От помощника президента Российской Федерации Председателя Российского военно-исторического общества Владимира В.Мединского Участникам церемонии открытия стеллы город трудовой доблести в городе Самаре В тяжелейших условиях военного времени Жители города проявляли подлинный трудовой героизм Отдавали все силы для фронта, для победы над ненавистным врагом От всей души поздравляю вас с открытием стеллы город трудовой доблести Память о подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны Всегда будет жить в сердцах благодарных потомков и всех россиян Герои, которые над всем этим работали, не думали ни о цифрах и ни о славе Они делали все для того, чтобы приблизить долгожданную победу Не жалея для этого ничего Нам есть на кого равняться в своей работе У нас есть светлые маяки достижений, самоотверженности, героизма На которые, я уверен, будут равняться поколения и поколения жителей Самарской области Хочу сказать огромное спасибо российскому военно-историческому обществу Взявшему на себя эту важнейшую работу по установке стелл Это дань уважения и памяти нашим прославленным землякам Отдельные слова признательности всем тем людям, которые помогли реализовать этот поистине исторический проект Менее чем через полтора месяца после поступления первого эшелона на станцию Беземянка Первый самолет кубышевской сборки Ил-2 поднялся в небо И это было как раз 10 декабря Завод Прогресс, завод номер один Завод номер 24, Фрунзи Завод номер 35, авиаагрегат Гидроавтоматика, Металист, Салют и многие другие заводы участвовали в строительстве этого самолета И, конечно, завод номер 18, базовый завод для самолета Ил-2 Открытие стеллы и присвоение нашему городу звания Город-герой трудовой доблести Это поистине важное историческое событие Это благодарность всем нашим родным, предкам, дедам и прадедам Сохранение и укрепление исторических традиций Связи поколений После возложения цветов к стелле Экскурсию для почетных гостей провел доктор исторических наук Профессор-краевед Александр Репенецкий Состакович у нас заканчивает седьмую героическую симфонию Причем там же тоже детективная история Он теряет свою рукопись, когда эвакуируется, он его в вагоне оставляет Потом ее находят, возвращаются Стелла на аллее трудовой славы стала олицетворением великого подвига наших земляков Неразрывно связав историю города трудовой доблести с его настоящим Жители военного Куйбышева с честью выполнили все задачи, поставленные перед ними руководством страны И навсегда вписали наш город в страницы истории Самара заслужила носить почетное звание город трудовой доблести Память о великом подвиге навсегда останется в сердцах поколений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok